Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 она работает, она тут же начинает показывать, что так себя вести в человеческом обществе нельзя, и благодаря этому безопасность на наших улицах существенно повышается. В рамках форума вы презентовали программно-аппаратные комплексы, новые направленные на безопасность. Можете объяснить, насколько я понимаю, это уникальный проект, аналогов России нет. А в чем конкретно уникальность заключается? Ну, конечно, очень лестно слышать это. Такую оценку нашего продукта. Я должен сказать, что все-таки есть в России достойные решения, есть тоже разработчики, потому что в целом россияне очень креативные люди. Но мы делаем, ну, уникальность нашего продукта состоит в том, что он комплексный, он включает в себя очень много аспектов. И вот такую многоаспектность, наверное, я ни у кого не видел. При всем качестве технической реализации многоаспектность такая, и вот эта вот мультинаправленность, она только у нас. Благодаря этому мы получаем большее количество данных, а данные для анализа, они являются, ну, как бы, ключом к успеху. Потом на основе этого анализа данных мы уже даем либо ретроспективную, значит, картину событий и проще доходить проблему, либо можем даже включать предиктивные инструменты для того, чтобы предсказать, что вот смотрите сюда внимательно, и здесь может случиться, например, такое плохое событие. Ну, это могут быть и аварии. То есть прогнозы снять? Да, да, абсолютно. То есть могут быть поломка оборудования, может случиться там аварийная ситуация. И все это позволяет снизить издержки от последующих этих плохих событий. Ну, смотрите, любые умные такие вот решения, да, технологии, они же подразумевают определенную степень зрелости. Нужна инфраструктура. Органы местного самоуправления должны быть готовы к тому, чтобы вот на данной территории были внедрены новые технологии. Вот как вы оцениваете, какая ситуация сейчас? Готовы ли мы, города России, к внедрению тех технологий? Ну, смотрите как, у нас с вами проникновение интернета в России, оно там порядка 80%, может быть, даже сегодня больше. У нас с вами количество, доля смартфонов на руках тоже там зашкаливает за 70-75%. Самые активные пользователи наших с вами устройств, смартфонов, планшетников, это чаще всего дети с двух лет. То есть они просто отбирают у родителей смартфон там и просят себя загрузить какие-то приложения. С этой точки зрения говорить о том, что вот использование современных программно-аппаратных комплексов требует каких-то уникальных возможностей, способностей, это неправильно. Надо программно-аппаратные комплексы строить таким образом, чтобы они, чтобы ими можно было управлять с сегодняшним уровнем, как бы, цифровой зрелости населения. Я просто до предыдущей работы занимался аналогичными проектами зарубежными, и там во многих случаях оборудование, которое используется, производственное, сложное, им управляют люди, не знающие языка данной страны, не умеющие читать и писать. Просто для них сделал интуитивный, понятный интерфейс, и они с помощью этих программ-аппаратных комплексов создают замечательную продукцию. Поэтому я считаю, что решение в этом. То есть не нужно делать что-то сверхсложное, то есть это не там, не ракетно-космические там изделия, это смартфон, это устройство, которое имеет мозги. Наша задача сделать его таким образом, чтобы оно с человеком разговаривало в удобной, понятной, дружелюбной манере. Ну вот вы затронули тему, опять же, кадров, там, да, вот говорите, как работает это за рубежом. Насколько у нас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы новая технология, у нас же есть принятая в России концепция технологического развития до 2030 года, поставленная определенные цели, задачи. А ресурсов сегодня достаточно для того, чтобы быстрыми темпами, для того, чтобы ускорять вот это технологическое развитие, в том числе в контексте нового города? Ну, знаете, как в любой семье денег всегда не хватает, да? Это очевидно. А с другой стороны, выделение ресурсов – это вопрос расстановки приоритетов. Потому что, если, например, вы, внедряя умную систему учета коммунальных ресурсов, начинаете экономить 25-30% стоимости коммунальных ресурсов, то для вас это должно быть приоритетом очевидным. То есть вы в течение года полностью окупаете затраты, а со следующего года вы работаете себе в плюс. И многие системы, сегодняшние умные, городские, они ровно таким способом построены. Поэтому, на самом деле, это вопрос приоритетов. Все муниципалитеты сегодня находятся в довольно-таки, ну, за редким исключением, в сложной такой финансовой ситуации, они все кредитуются. Но, с другой стороны, еще раз, если вы приоритеты строите таким образом, чтобы с будущего года у вас эта категория затрат исчезла, а появилась, значит, и прошла вам в плюс, ну, очевидно, этим надо заниматься. Ну, и последний вопрос хотелось бы задать. Если вы уже немножечко успели осмотреться в Уфе, что можете сказать про наш город с точки зрения внедрения как раз-таки новых технологий и создания именно умных решений для повышения комфортности городской среды? Ну, я, конечно, не все еще посмотрел. У вас есть решения, скажем, федерального уровня, которые внедрены. У вас решения есть республиканского уровня, хорошие очень, которые тоже коллеги рассказывали, Центр управления регионом. А вот есть, соответственно, на городском уровне. Ну, здесь самое главное, чтобы эти решения не, ну, как сказать, работали незаметно. То есть вы попадаете в среду, и у вас там идут либо подсказки, либо какая-то навигация ненавязчивая. Не контекстная реклама, которая вас грузит, купи это, купи то, да, а именно вот навигация в незнакомом городе и подсказки, значит, куда пойти, что сделать. Ну, наверное, вот это важное. А так, с точки зрения города, я считаю, что город разноплановый, интересный, и есть очень много красивых новых кварталов и сооружений. Вот я бы, наверное, тоже отметил наличие большого количества зданий старых, и их надо беречь, их надо украшать, ну, как, содержать в хорошем виде, потому что реально эти здания, они по масштабу ближе к человеку. Человек рядом с такими зданиями себя чувствует, как это вот, более комфортно. Поэтому такие районы надо обязательно развивать, сохранять в таком достойном архитектурно-городском виде, ни в коем случае не сносить и не строить какие-то бетонные коробки. Я считаю, что вот эта вот разноплановость, она городу будет только на пользу. Спасибо большое. У нас в открытой студии сегодня гостем эфира был Алексей Голубев, генеральный директор компании «Цифровые платформы и решения умного города». Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале РПК УФА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова